Десканзи, милый. И это правда, рука у Джеки была тяжелая, ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. Двенадцать раундов, дружище. Маленько не хватает на пути, а не не было. Он сказал, что он уже не был. Он сказал, что я могла уметь. Я помню, когда Джеки с нами уничтожил. Он был уничтожил. Я могла уничтожить, чтобы он был… Я могла уметь, чтобы я могла уничтожить. Я посохну, что я уничтожил. Я уничтожил, что я не могу. Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком. Я частенько вспоминаю этот день. Меня наняли перебросить его через границу вместе с контрабандой. Он купил товар, который кто-то украл у Арасаки. Суперсекретную, бесценную. Ящерицу. И я до сих пор помню, он сказал, что он оттуда, где к каждой тебе семья. А я ответил, что я тоже Джеки Уэллс. Друг, который никогда не предаст. Самый верный товарищ. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал, Бродер, главное в нашем деле – никого не бояться. Ради своих близких он был готов пожертвовать всем, даже жизнью. Но самое главное – Джеки любил жизнь и не боялся жить. У него была широкая душа, он не рассуждал, а просто делал. Он всегда смеялся и говорил, что пули его не берут, и что однажды он станет легендой по смерти. Можно сказать, он добился того, чего хотел. Устроил серьезные проблемы некоторым влиятельным людям. И если он смотрит сверху, то, наверное, сейчас показывает им средний палец. Когда в юности уходишь на войну, у тебя есть иллюзия, что ты бессмертен. Убивают других, а тебя нет. Когда тебя в первый раз тяжело ранит, эта иллюзия исчезает. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашел время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Пришло так много людей. Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Что? Мисти. Она для него очень много значила. Понимаете меня? Пойдите пригласить ее на ужин. Она точно имеет на это право. Знаешь что, ты хороший парень. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. КОНЕ. До свидания. Кампо в депрессии, говорит, для него это как потерять одного из своих. Интересно, будет ли он по тебе так же плакать? Ты пришел попрощаться с одним из своих, падре? Сегодня. Я пришел попрощаться с хорошим человеком. А ты сам-то хорошо знал, Джеки? Я помню, когда его родила мать, когда ушел его отец и когда он привел в свой дом тебя. Да, Ви, я знал его очень хорошо. Как там дела на улицах? Мы все пришли сюда не о делах говорить, прояви уважение. Как ты думаешь, падре, Джеки сейчас смотрит на нас сверху, с небес? Уверен, что он предстал перед Богом. Что, и все? Не знаю, остался ли Бог доволен этой встречей, а вот Джеки наверняка До свидания, падре. Иди с Богом. Иди с Богом. Мне будет его не хватать. Уже не хватает. Мне тоже, Эссе. Мне тоже. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. За Джеки Уэлса. За гордого сына Хэйвуда. А, я пойду, Вик. Ага, увидимся, Вик. Пошли. Пошли тебе налить? За Джеки этого. Налей. За Джеки. Аминь, брат. Аминь. 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 Мексика бессмертна! Эй, ты! Выпьешь с нами? За Уэллси. Такое чувство, что я тебя знаю. Густаво Орта. Я Ви. Да, слышал о тебе. Прими соболезнования, друг. От меня, Кампо и всех Валентину. Спасибо. Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе начинали. Валентина? Нет, блядь, на чтениях в воскресной школе. Хороший он был все-таки человек. Покойся там с миром, бродер. Ладно, выпью. За Уэллси. Мир его праву. Пока хватит, спасибо. Видишь, свою норму надо знать. Молчал был. Эй, все в порядке? Да, наверное, я просто мысленно до сих пор в его гараже. Не волнуйся за меня. Спасибо вам. Я буду его беречь, обещаю. за мной. Куида, ТВ. Надь. Надь. Enfin. И espирăm. И так спасибо. Если на силиндрах не пряча, может быть, мне спади, 時間 лифт . Продолжение следует... 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 Есть люди, которым важна Аросака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Вы говорите про Андерса Хельмана? Откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Аросаки. Он предатель. К двадцать трём годам он уже дослужился до звания лейтенантом. Куда ни плюнь везде, Аросака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори. Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышал? Так и Мура не надо. Хотя бы один из вас не кредит. Я бы не стал привлекать к себе внимания. Извини. Глупые рефлексы. Спасибо за предложение. Спасибо за предложение. Я подумаю. И перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Аросаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Андерс Хельман создал этот био-чип. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Аросаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А вы немало узнали за последние дни. Я не стану сидеть, сложа руки. Мне нужно добывать информацию и готовиться к тому, что предстоит. Ну, это ваша работа. Бывшая работа. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Юри Нобу. Хельман хорошо знал их обоих. Поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. У Бестия много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юрино Буарасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Эросаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Эросака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься? Типа ничего и не было? Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее тысячу лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Покупайте и ни о чем не жалейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok